Итак, бокс был ярким, его было много, у Бровары потрусило в субботу немного, Митрофанов убил, Бурсак забил Малиновский соперника и стащил. Аберинчик, как зверь, неутомим, печень и голову мексиканцу отбив. И, конечно же, Сергей Деревянченко наш, показал стойкость и показал класс. Так, ничего не забыли, так, все вроде готово, начинаем новый выпуск ринг-шоу. Черт возьми, прошедший уикенд бокса был настолько наполненным событиями, что заставил нас основательно потрудиться, но вместе с этим принес нам кучу удовольствия. Начнем мы обзор поединков прошедшего уикенда с вечера бокса. Организована промоутерская компания Александра Красюка K2 Promotions Украина и состоявшегося в Броварах на ледовой арене Терминал. Предварительные поединки задали тон с последующим боям и всему вечеру. Должен сказать, что ребята, которые не попали в прямую трансляцию, отбоксировали очень замечательно, очень хорошая работа матчмейкеров и очень конкурентные бои. Ну а те поединки, которые стали центральной частью вечера бокса, были таковыми. Макс Бурсак, возвращаясь после более чем 10-месячного отсутствия в ринге, встретил на своем пути довольно-таки неуступчивого грузинского бойца Беку Молулишвили. В принципе, для Макса соперник оказался вполне по зубам. Первые два раунда Макс выполнил работу боксера, то есть разбил соперника, заставил его устать, остановиться. Ну а в последующих раундах это был не Макс Бурсак, если бы он не бросился в драку. В третий и четвертый раунды Макс просто избивал своего соперника, пропустив только один удар, удар головой, который растек ему века на правом глазе. И это нисколько ему не помешало. В пятом раунде Макс еще более увеличил напор. И дважды врач Национальной лиги профессионального бокса Украины Юрий Петрович Дегтярев дважды останавливал поединок, осматривая рассечение и разбитый нос Беке. Ну и во второй раз рекомендовал рефери остановить бой, поскольку, в общем, травмы... Результат поединка и так был ясен, ну а травмы могли существенно навредить здоровью Беке. Так что Макс Бурсак вернулся, и что он сказал после своей победы, вы сейчас узнаете. Сегодня мы первый поединок после моей травмы, год не боксировали, и вот с тренером приняли решение здесь провести бой. Я довольный результатом, мы выполнили всю, я вот всю установку выполнил, и двигаемся дальше. Ты три раунда боксировал, и в принципе, я боксировал в одну калитку, потом вдруг начал рубиться. Как вот в этом вот состоянии, то есть я прочувствовал? Ну, великолепно, надо пробовать все стили, где-то и подраться, где-то и повыдергивать. Мы сегодня отработали все, что хотели, и подрались, и подурили, и главная победа. Юр, как вы оцениваете поединок? Я очень доволен работой Макса, мы планировали не форсировать, не реагировать на то, что зал будет гнать вперед. Мы боксировали просто технично, спокойно, расчетливо и холодно. Получилось то, что и ожидали, в принципе, победили досрочно. Думаю, что дальше будет еще интереснее. Дмитрий Митрофанов победил своего соперника Новака Радуловича впечатляющим нокаутом. В принципе, Дмитрий был похож на себя. Очень быстрое сближение с работой в маятнике, очень острый джеб. Единственное, в чем можно немножко упрекнуть Дмитрия, это запоздалый удар правый. Вот именно несвоевременное нанесение ударом правой позволяло Новаку заходить за ударную правую руку Дмитрия Митрофанова и идти от раунда к раунду. Хотя, собственно говоря, он мало что мог противопоставить напору и скорости Дмитрия. Но, опять же, вот эта ошибка с ударом правой позволяла ему проходить из раунда в раунд. Ну и, не знаю, о чем подумал Дмитрий Митрофанов, но в начале пятого раунда он нанес удар левой. Левый боковой точно же такой удар, который свалил Рафаэля Яцкевича в предыдущем поединке Дмитрия. Только в этот раз Новак падал на канвас без сознания, при этом он очень тяжело ударился затылком по мосту ринга и потерял сознание. Что же было дальше, вы можете увидеть. Ай, хорошо, хорошо! Эй, эй! Быстрее, быстрее, Хал! Белее. 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 Молодец! Белее. Белее. Три, четыре, четыре. Новый Камрадулойч, Сергей Камрадулойч, Сергей Камрадулойч. Олег Малиновский проводил главный поединок андеркарта. И, если честно, по моему мнению, Олег Малиновский не совсем выполнил ту работу, которую должен был делать. Точнее, недовыполнил. Первые два раунда Олег был великолепен. Очень четкий контроль передвижения соперника, четкое обрезание углов, быстрый джеб, подхватывание ударом левой. Но после второго раунда что-то произошло. То есть, ну непонятно, только Олег понимал, что же произошло. Об этом он не говорит. Но после окончания второго раунда, последующие раунды Олег превратился в Ришера. То есть, он начал охоту за головой своего соперника Виторио. С одним желанием просто вбить в эту голову свой мощнейший удар левой. Иногда это проходило. Иногда он здорово работал по брюху итальянца. Но как получается, если ты не хочешь быть нокаутированным, ты сделаешь все, чтобы нокаутированным не быть. И Виторио полностью воспользовался. Он работал как спойлер. Если надо, он держал Олега. Если надо, он работал очень низкими уклонами. И по нему было попасть очень сложно. Надо, он убегал. Надо, он огрызался. Впрочем, он создал Олегу массу неудобств. И я так понимаю, Олега это еще больше злило. Но, тем не менее, Олег уверенно доминировал в каждом из раундов, победив единодушным решением судей. Ну, а вот что думает Олег о проведенном им поединке, вы сейчас и узнаете. На самом деле, еще бой, в принципе, не было возможности пересмотреть. Отработал. На все 100% я с собой недоволен. Конечно же, можно было гораздо лучше отработать. Было много допущенных ошибок. А вот будем пересматривать, разбирать и делать выводы, конечно же. Я увидел два Олега Малиновского. Первые два раунда. Четкая работа. Ну, грамотная, технически точная работа. А потом что-то произошло. И показалось, что вы... Что-то между вами и соперником произошло. И вы очень захотели его ударить. Да, что-то произошло. И мне показалось, что первых два раунда что-то я чуть не то делаю. Нужно немножечко где-то бить пожестче, что ли, обострять. И да, я зарядился действительно на удар. И этого никогда нельзя делать. Потому что оно сразу же... Картинка боя совсем стала другая. И главное событие на ледовой арене терминал Бровары от промоутерской компании K2 Promotions Украина. Интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик впервые защитил свой титул, победив единодушным решением судей мексиканца Патрицио Морено. В этом поединке мы увидели действительно большая разница между Патрицио и Денисом. Это был не рост соперников, не длинно рук, а именно тот класс бокса, который показал Денис. Стасу Григоруку удалось то, что не удавалось предыдущим тренерам Дениса заставить его боксировать. Причем заставить его боксировать из раунда в раунд. Вам может показаться довольно-таки неуместным или ненужным вот такое вот сравнение, но то же самое сделал Фредди Родж с Мэнни Пакьяо, когда тот начал боксировать в Соединенных Штатах. Из быстрого драчуна он сделал довольно-таки хорошего, мощного файтера и панчера. Ну, с Денисом получилось практически то же самое. Он просто вот разобрал, переиграв на классе, Морена, который желал одно драки устроить, качели. И в этих качелях, конечно же, надеялся зацепить Дениса своими тяжелыми ударами. Но Денис очень четко сближался, работая по первому этажу, переводя удары на второй этаж. Если надо, великолепная работа ног. Если надо, скоростные комбинации. Ну, в общем, Денис, ну, не знаю, часом мне очень понравился. Денис, то, как он работал. Конечно же, это был бы не Беринчик, если бы мы не увидели пару откровенных обменов ударами. Но и они были довольно-таки контролированы Денисом. То есть, это не было такое, знаете, погружение в обмен ударами. Лишь только потому, что нужно погрузиться в обмен ударами. Это было четко контролируемое событие, контролируемое Денисом. Прохождение всех 12 раундов. Денис побеждает на картах всех трех судей. Бросает вызов и Теофима Лопесу. И другим боксерам показывает, что я, парни, к вам готов. Другое дело, чтобы Александр Красюк об этом смог договориться. Ну, а сам свой поединок Денис вот оценил таким образом. На 12-балльной системе я оцениваю себя на 10. Самочувствие было хорошее. Но я в некоторых раундах получал удары по корпусу. Они меня сбивали. Тем самым, между раундами, можно сказать, мне надо было восстанавливаться. И я брал небольшую паузу. Локти всегда были на месте. Пропускал некоторые удары где-то вверх головы. Один раз он ударил, по-моему, по затылку. Ну, и пропустил пару ударов по челюсти. Видно, что удары могу держать. Все мне понравилось в себе. Парень был очень огромный. С хорошей банкой. Держал удары. Он плавал. Ну, увы, мы продлили всю дистанцию. Дистанцию проработали. 12 раундов – отлично. Я бы сказал, что это второй мой поединок, который прошел всю дистанцию. Я доволен собой. И, конечно же, мы не могли оставить без внимания анализ проведенных Олегом Малиновским и Денисом Беринчиков поединков. Их тренером Стасом Григоруком, которому мы выражаем очень огромный респект. Он проделал просто феноменальную работу. Есть очень много ошибок. Как у Олега, так и у Дениса. Начнем с Олега. Зарядился на удар. Проходил дистанцию. Проходил дистанцию, ошибался, пропускал лишние удары. Будем над этим работать. Но очень сложно поддается учению Олег. Но чего у него не отнять – это львиного сердца. Он не боится пропускать. Он готов лезть в обмены. Поэтому он боец. А какие-то технические элементы будем стараться наработать. Дай бог, чтобы у него главное было желание боксировать. По Денису тоже вопросы. Оставался после атаки. Уходил по прямой линии. Не повторял. Кричали ему в две стороны Христы. Мало было Христов. Зациклился на голове тоже. Нужно было прорабатывать корпус. Мы с ним разговаривали. То есть, как бы, есть ошибки. Будем над этим работать. Главное, чтобы у них было желание меняться и становиться лучше. Так, в принципе, победителя не судят. И после получения вот такого вот громадного заряда энергии мы направились в студию, где, собственно говоря, и работали, комментируя поединок. За вакантные титулы чемпиона мира по версии IBF и IBO в среднем весе между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным. Результат вы знаете. Геннадий Головкин победил на картах всех трех судей. На одной он победил с минимальным преимуществом. 114-113 на картах двух судей. 115-112. В принципе, этот результат надо принять. Тем более, что Сергей допустил, на мой взгляд, четыре ошибки. Первое. Он не начал прессинговать Головкина. Вот от гонга первого раунда позволил Геннадию завладеть инициативой. И мы помним, в конце второй минуты Геннадий наносит апперкот, два боковых левой и Сергей чуть-чуть, ну, отступив, оказывается филеем на канвасе. 10-8 он проигрывает первый раунд. Во втором раунде, опять же, Сергей попробовал реваншироваться, то есть отыграться. Пошел вперед, ну и нарвался на, опять же, левый боковой Геннадий, который рассек ему правое веко. И глаз начал просто текать, его закрывает гематома. И в последующих раундах это очень сильно мешало Сергею Деревянченко, поскольку он не видел ударов слева от Геннадия Головкина и пропускал. Но, тем не менее, Деревянченко был просто сам не свой, его нельзя было удержать. Его только приостанавливали удары Геннадия. Но общий тоннаж, ну, отразился, вы, наверное, видели, или вот смотрите, вот на лицах боксеров, да, такое впечатление, что они пришли на пасеку отведать метку, да, и, собственно говоря, отведали. И третий фактор это рефери поединка Харви Док. Давайте вспомним, как в пятом раунде, после того, как Головкин пропустил удар и попятился назад, и Деревянченко был готов его добить, рефери вдруг, непонятно каким образом, стал на пути Головкина. Головкин наткнулся на него, отходя спиной, и, естественно, поединок был остановлен, что, по моему мнению, Головкина спасло. И то же самое в 10-м раунде, вообще 10-й, 11-й, 12-й раунды Деревянченко просто превратился в берсерка. И вот в 10-м раунде, после того, как Серега нанес пару ударов и Геннадий подплыл, рефери тоже остановил поединок, начав рассказывать Головкину за какие-то удары по затылку, то есть вообще это не имело к месту. Да и нарушение само вполне было рабочим, на него вообще не надо было обращать внимания. Но как рефери в прошлом, я скажу, такие действия рефери направлены на то, чтобы сберечь одного из боксеров. Вроде бы все по правилам, вроде бы забота о соблюдении правил, о состоянии боксера, но, тем не менее, начавший атаку и решивший продолжить ее, лишается этой возможности. 12 раундов великолепного боя, победа Геннадия Головкина, которая не была яркой. И, конечно же, большой респект Сергею Деревянченко. Я сравню этот поединок Деревянченко-Головкин с боем Виталия против Ленокса Льюиса, когда Виталий получил настоящий респект. И такой же респект получает и Сергей Деревянченко. И вот дальше ждут очень классные бои. И в рубрике «Стендап» мы, собственно говоря, и поговорим о том, что же ждет дальше, да, какие последствия вот поединка Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко. Итак, Геннадий Головкин, ему остается провести под дозон 4 поединка. Но какие бои он будет проводить? Боксер, который является чемпионом мира, обладателем титулов ВБО, это Деметриус Андраде, у которого контракт с Эдди Хирном, ну, разберет Геннадия Головкина в одну калитку. И, впрочем, как бы у Деметриуса Андраде есть свои планы на свое продвижение. Геннадий Головкин может оспаривать и титулы других чемпионов, чтобы снова их объединить. Это чемпион мира по версии WBA Риота Мурата. И у нас есть Сауль Альварес, но он чемпион по версии WBC франшизны, он делает все, что он хочет. И так что там остается обыкновенный чемпион, это Джермен Чарло. Но, опять же, что Мурата у Боба Арума, что Чарло у Элла Хеймана, очень сложно договориться. И тогда что остается Геннадию Головкину? Или проводить поединки в ожидании боя против Сауля Альвареса, против топовых бойцов, на которые ему будут вполне по силам, либо провести второй поединок против Сергея Деревянченко, что, на мой взгляд, было бы довольно-таки логично. Но будет ли второй бой, и что дальше будет делать Головкин? Ну, это уже другой вопрос. Но если говорить о Сергее Деревянченко, то он приобрел большой респект, и, поверьте мне, его ожидают очень большие бои. Будут ли они чемпионскими, будут ли они отборочными, неважно. Но, поверьте, в предстоящих боях на платформе Showtime, на платформе Элла Хеймана, PBC, на SPN, Сергей Деревянченко будет в центральной части Майн-Ивента, то есть главного события вечера бокса. И он на это заслужил. И я думаю, что Сергей Деревянченко еще раз нас удивит. И удивит очень приятно. И дай бог, чтобы он получил титул-шот и стал таки чемпионом. Он на это заслуживает. И следующий уикенд опять будет украинским. Начнем мы обзор поединков предстоящего уикенда с Германии, а именно с города Карлсруя, где на арене Палаца Халле свой поединок проведет 24-летний, обладатель титулов интернациональных чемпионов по версии WBF и Германии в тяжелом весе, Влад Сиренко. Противостоять ему будет итальянский боец, которому будет 36 лет, Иван Невроса Ди Берардино. И этот бой будет за вакантный титул. Вот организация, которая существует уже два года, называется она ИПБ или Евразийский боксерский парламент, либо Евразийская боксерская федерация профессионального бокса. А это и есть подразделение IBF, и победа в этом поединке позволит Владу Сиренко войти в топ-15 лучших хэви-вейт в мире. Так что держим за Влада кулаки. Справится ли Влад? Мне кажется, что проблема у Влада вообще не должно возникнуть. Все будет зависеть от того, что хочет Иван. Если он будет убегать, Влад будет обрезать углы, разбивать его до тех пор, пока не бахнет. Если вдруг Иван решит вспыхнуть таким спуртом, Влад его тут же погасит. В любом случае, будет это полная дистанция боя. Либо быстротечный поединок, победа за Владом Сиренко. И раннее утро, воскресенье 13 октября, мы встретим вместе с вечером бокса от Эдди Хир на его промоутерской компании Matchroom Boxing на WinTrust Arena, что в пригороде Чикаго. 28-летний чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол будет в пятый раз проводить защиту своего титула. Она будет добровольной против 15 номера рейтинга этой боксерской ассоциации 31-летнего Жильберто Ленина Кастило, у которого 20 побед, 2 проигрыша, 1 ничья и 15 побед нокаутом. Ну, в принципе, Дмитрий не должен испытывать проблем с Жильберто. Парень не очень высокого уровня бокса. Дмитрий куда качественнее боксирует, куда быстрее боксирует и куда акцентированнее и мощнее наносит удары. Жильберто надо просто отдать должное. Он стойкий парень и именно от его стойкости зависит дистанция боя. Вероятно, всего бой пройдет полную дистанцию. Мы знаем, что Дмитрий не настолько кровожадный, хотя, если, в общем, получится, закончит бой в досрочном. То есть победой нокаутом или техническим нокаутом. Ну, а то, что, в общем, Ленин победит, ну, очень большие сомнения. Очень рекомендую посмотреть на противостояние 34-летней чемпионки мира по версиям WBC и WBA в первом полусреднем весе Джессики Макскилл, которая будет давать реванш бывшей обладательнице чемпиона мира по версии WBC 35-летней Эрики Аннабеллы Ферриас. Напомню, что Джессика отобрала у Ферриас титул в октябре прошлого года, то есть практически год назад. Реванш всегда интереснее первого поединка. Здесь мы увидим, как девчата сделали работу над ошибками. И очень рекомендую посмотреть их первый поединок. Поверьте, там есть на что посмотреть. Страсти просто закипали. Была и кровь, были и клинчи, были и жестокие удары. Поэтому очень ожидаю второй бой. Надеюсь, он будет гораздо интереснее и гораздо грамотнее, нежели первый. И главный бой не только предстоящего уикенда, но и всей боксерской братьи. Поскольку 31-летний Александр Устик таки, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, держим пальцы крестиком, чтобы не сглазить, таки дебютирует в хэви-вейт. У него не получилось это сделать в поединке против Карла Сатакама. И теперь в ринге его будет ожидают. В понедельник в 4 часа утра мы практически закончили окончательный монтаж программы. Нам оставалось только ее просмотреть на предмет ошибок. Отрендерить, залить на YouTube, запаковать, отправить на каналы, с которыми мы сотрудничаем. Когда у нас раздается телефонный звонок. И нам сообщают, что у Александра Усика возникли очень большие проблемы с его соперником Тайроном Спонгом. Все дело в том, что Тайрон Спонг, который раньше никому был не нужен, но побеждает себе парень и побеждает. Войдя на уровень проведения поединков против топ-бойцов, попал под добровольно-принудительную программу антидопинговую, которую проводит Всемирное антидопинговое агентство. ВАДА, взявшая у Тайрона Спонга в начале сентября анализы, и они там обнаружили наличие кламифина. Что такое кламифин? Это препарат, который изначально должен был помочь женщинам в лечении от бесплодия, но был взят на вооружение ребятами, которые проходят курс употребления анаболических стероидов. У них нарушается гормональный уровень между экстрагеном, женским гормоном и тестостероном, узким гормоном. И вот они принимают этот препарат, чтобы перезапустить как бы эндокрильную систему и возобновить баланс. Это говорит о том, что Тайрон Спонг принимал анаболические стероиды. Естественно, он все отрицал, но, увы, как бы пойман, не пойман, не вор, да, если пойман, то что же говорить? Тайрон потребовал провести анализ пробы Б, и если пробы Б подтвердит наличие вот этого препарата в его организме, естественно, тогда начинается процедура дисквалификации, штрафных санкций, но на это нет времени. Поэтому Эдди Хирн отправил все вот документы в Атлетическую, Государственную Атлетическую комиссию штата Иллинойс, которая и будет потом разбираться с Тайроном Спонгом, а сам начал хаотический поиск соперника, поскольку отменить шоу было, ну, не было никакой возможности. Шоу должно было состояться, Александр Усик как и должен был выйти в ринг. Кто против Александра Усика мог выйти в ринг? Первая кандидатура возникла, Александра Устинова, ну, что вызвало лично вот у нас просто-таки неприятие вплоть до рвотного рефлекса. Почему? Потому что после того, как Курбат Пулев морально и физически изнасиловал своими ударами Александра Устинова, а потом подобное сделали Майкл Хантер и Джо Джойс, и самое страшное, что Александр показался в этих поединках как испуганный мальчонка, которого бьют, а он просто вместо того, чтобы ответить, сжимается в комочек, вот, ну, жалкое зрелище. А потом возникла кандидатура Джои Давейко, за ней и Трэвис Кауфман. Эти парни живут в штате Иллинойс, они имеют лицензию от Государственной Атлантической Комиссии этого штата, все медицинские, как бы, документы тоже лицензированы от Комиссии этого штата, поэтому все юридические, бюрократические мероприятия максимально быстро позволили бы им стать соперниками Александра, но и Джои Давейко, и Трэвис Кауфман попросили очень большие деньги, ну, и, к сожалению, им сказали спасибо большое, ребята, может быть, в следующий раз. И тут возникла кандидатура, о которой, собственно говоря, мы и говорили в предварительном анализе, разбирая вот эту вот ситуацию, кто может стать соперником Александра Усика. Это был 38-летний чесс джентльмен Визерспун, племянник бывшего чемпиона мира по версии WBA в хэви-вейт Тима Визерспуна. Парень довольно-таки фактурный, метр девяносто три, атлетичный, с ударом. С 2014 года он, по-моему, провел около восьми поединков, может быть, уровень соперников был недостаточно высок, но довольно-таки уверенно он их побеждал, то есть соперник, который будет крестным для Александра Усика в хэви-вейт, довольно-таки серьезное событие. Единственное, что напрягает нас немножко, насколько чесс Визерспун готов к этому поединку физически и функционально, поскольку от него потребуется прохождение всех десяти раундов. Александр, мы прекрасно понимаем, что будет маневрировать. И вот здесь возникает еще одна интрига. Мы предполагаем, что чесс понимает пойти полную дистанцию в полном функционале, плотно работая против Александра Усика, ему будет не под силам, поэтому он сделает самое разумное, чтобы сделал, ну, собственно говоря, каждый из нас, он будет работать очень плотно и очень мощно в первой половине боя, стараясь просто попасть по Александру Усику, заморозить его и последующими ударами раскрыть. Мне кажется, что чесс выберет именно такую тактику, и это сделает бой еще более интригующим и зрелищным. Александр даст, действительно даст ответы на многие вопросы, выдержит ли он удары настоящих бойцов хэви-вейта, даже если они приходятся по защите, сможет ли он им противостоять вот именно вот в этих качелях плотных ударов. Понятно, что он их может переигрывать, но, опять же, а выдержит ли он эти вот удары, вот этот вот вопрос, на который Александр и даст ответ. Держим за Александра кулаки, желаем ему побед, желаем всем нам насладиться зрелищным и интригующим боем, ну и все, что не делается, как оказывается, все к лучшему. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать вам в этом выпуске. Подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео, оставляйте свои комментарии под ним и под другими видео, нам очень интересно ваше мнение. Давайте, в общем, продолжать диалог, это действительно очень интересно. Также, если вы нам можете помочь, вы можете прочитать под этим видео и под другими нашими видео, как это сделать, вы не обязаны, но просто, если можете, будем вам признательны, это позволит нам сделать большое, поистине великим. Также пишите нам по адресу theringshow.gmail.com, заходите на наш новостной, аналитический информационный ресурс theboxing.com.ua, ищите нас в соцсетях, и давайте же, конечно, помнить о том, что где бы вы ни были и что бы с вами ни случалось, самое главное, что все всегда будет бокс. Субтитры сделал DimaTorzok